Советы по преодолению творческого блока Всякий раз, когда вы испытываете неуверенность в себе или негативные циклические мысли, которые оставляют вас умственно измотанными, такие, которые заставляют вас хотеть отключить голову, вы, вероятно, испытываете блок. Блоки могут быть очевидными, например, когда вы приходите на прослушивание и не можете говорить. Или они могут быть не столь очевидными, например, когда вы делаете небольшой общий прогресс. В любом случае одно и то же происходит под поверхностью вашего сознательного разума. Различные аспекты вас самих находятся в открытом конфликте друг с другом. Если кто-то и понимает, что у всех нас внутри много разных аспектов, так это в индустрии развлечений. Изучение многих сторон вашей личности имеет решающее значение для бизнеса, но это также может заставить вас почувствовать, что вы едете с включенным стояночным тормозом. Допустим, вы актёр. Одна часть вас хочет получить главную роль в художественном фильме, но другая часть боится, боится, что вы появитесь на съёмочной площадке и почувствуете себя самозванцем. Такого рода конфликт почти всегда происходит на подсознательном уровне. Поэтому вы можете даже не осознавать, что он происходит. Тем не менее, та часть вас, которая напугана, сделает множество странных вещей, чтобы саботировать и помешать вам получить эту роль. Напуганная часть может сказать вам, «Какой ты ужасный актёр! Ты никогда не добьёшься успеха!» Чтобы устранить этот блок, вы должны помочь обоим своим частям получить то, что им нужно. Боящаяся часть должна знать, что ты появишься на съёмочной площадке и будешь там. Она нуждается в поощрении и безопасности. Часть мечтателя нуждается в возможности выразить свой талант, творчество и цель. Итак, боящаяся часть должна получить поощрение и безопасность, а часть мечтателя должна выразить свой талант и добиться цели. По сути, вам нужно создать беспроигрышную ситуацию для тех частей вас, которые находятся в конфликте. В этом случае обе ваши части должны понимать, что каждая из них может получить то, что им нужно одновременно. Вы можете получить лидерство и чувствовать себя в безопасности и уверенным в своей способности проделать большую работу. Но сначала вы должны создать в своём уме новый беспроигрышный сценарий, чтобы обе части вас захотели его принять, даже если поначалу он кажется невозможным. Тогда вы сразу же начнёте видеть, как на самом деле может произойти новая взаимовыгодная ситуация, которая начнёт разрешать внутренний конфликт. В следующий раз, когда вы заметите, что у вас в голове что-то движется вперёд-назад, сделайте следующее. Первое. Напишите, чего вы хотите. Роль, пропуск на кинофестиваль, лучшего агента и так далее. Второе. Спросите себя, как я боюсь. Что может произойти, если я получу то, что хочу? Третье. Запишите этот страх. Ваши отношения пострадают, ваши друзья начнут ревновать и так далее. Четвёртое. Напишите, чего вы хотите, а не того, чего вы боитесь. Улучшить ваши отношения, чтобы ваши друзья были в восторге от вас и так далее. Пятое. Напишите взаимовыгодное утверждение, в котором сочетаются ваш ответ из пункта 1 и ответ из пункта 4. Например, «Вывод моей карьеры на новый уровень улучшает всё в моей жизни и мои отношения в том числе». Шестое. Сделайте это новое беспроигрышное утверждение своей мантрой, которую вы можете повторять про себя каждый день. С вами была Лара Шум, коуч по актёрскому мастерству. Добро пожаловать ко мне на дистанционное обучение актёрскому мастерству. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»